Я вас категорически приветствую! Сегодня мы поговорим о новом мегагаджете корпорации Apple, но сначала об одной славной традиции. Раз в год миллионы красивых, либерально настроенных и тонко разбирающихся в технике людей уютно устраиваются за экранами своих компьютеров, чтобы посмотреть трансляцию из Соединенных Штатов Америки. В ней милые дяденьки с повадками провинциальных пасторов сперва рассказывают о том, какие они сами классные, а потом показывают новый айфончик. В этот момент у зрителей начинается бурная истерика. Apple уже не торт, вопят они и начинают строчить в социальные сети, что где новый айфон хуже старого, в нем нет никаких инноваций и они ни за что его не купят. Самые эмоциональные тут же звонят своим брокерам и требуют срочно продавать акции Apple, отчего курс последних стабильно падает на несколько процентов. Весь день проходит в рыданиях и проклятиях в адрес яблочной компании. Но на следующий день, проспавшись, граждане встают и начинают заказывать айфоны для себя, для подруги, для того парня и еще парочку про запас. В результате товара на всех не хватает, на фоне дефицита акции Apple резко подрастают в цене, а ненавистный айфон вдруг становится красивым и хорошим. Эта история повторяется каждый год и каждая новая модель продается гораздо большим тиражом, чем предыдущая. Айфон 4s был представлен 4 октября 2011 года, всего за день до смерти Стива Джобства, царство ему небесное. Сразу пошли разговоры, что без своего резкого как понос, но несомненно гениального руководителя у Apple больше ничего толкового не получится. И компания весь год работала над доказательством того, что Стив умер, но дело его живет. Правда, жесточайшие меры по соблюдению секретности разработок, которыми Apple так славилась при Джобсе, явно ослабили. Потому как отдельные компоненты айфон 5 регулярно попадались на глаза фотографам. А за пару недель до презентации одна добрая душа сфотографировала готовый аппарат во всех ракурсах. И потому, когда айфон 5 вылез прямо из сцены на тонком черном столбике, собравшиеся в зале журналисты только покивали друг другу. Мол, видели, знаем. Чем же айфон 5 отличается от 4s? Во-первых, он длиннее. Диагональ экрана выросла с 3,5 дюймов до 4, а разрешение подскочило аж до 1366 на 768 точек. Экран стал широкоформатным, то есть теперь на нем можно смотреть кино без черных полос сверху и снизу. Качество картинки мое почтение. Что текст, что фотографии выглядят не хуже, чем напечатанные в хорошей финской типографии. Во-вторых, айфон 5 стал тоньше и легче. Толщина теперь 7,6 мм. Меньше, чем у стандартного бокса для компакт-диска. Вес снизился примерно на 20% и теперь составляет всего 112 грамм. Кстати, задняя стенка у нового айфона теперь не из цельного куска стекла, а с алюминиевой вставкой. И вероятность разбить его, просто небрежно положив на стол, стало чуть ниже. Но не намного, чему уже крайне рады многочисленные умельцы, обожающие менять корпуса у айфонов за очень хорошие деньги. Например, у старого айфона за замену битой задней крышки обычно берут 3000 рублей, а за экран и все 5. В-третьих, процессор у айфона 5 работает вдвое быстрее. И графическое ядро тоже стало вдвое мощнее. С учетом того, что разрешение экрана выросло не сильно, и это позволяет запускать на пятом айфоне очень красивые трехмерные игры. Отчего производители портативных игровых консолей окончательно приуныли. Они-то привыкли лупить за свои игрушки долларов по 30, а веб-стори за них обычно берут от силы десятку. Заметно лучше стала камера. Разрешение-то у нее осталось прежним, но теперь она лучше снимает в полумраке. У особенно толковых фотографов интересные снимки получаются даже в кромешной тьме. Скептики говорили, что, мол, не может нормальный фотомодуль разместиться в таком тонком корпусе. Но по некоторым данным, Джобс на том свете договорился об отмене действия в айфонах некоторых законов физики и оптики. Версия весьма похожа на правду, потому что убеждать этот дерзкий веган умел крайне эффективно. Резко похорошели комплектные наушники. Раньше-то в коробочку с айфоном клали обычные затычки из серии «Хватай крепче, швыряй дальше». А теперь там лежат радикально новые наушники-вкладыши EarPods. Звучат они так, что не снилось многим моделям за сотню долларов. И это, конечно, заставит многих производителей смартфонов задуматься о правильной комплектации своей продукции. А тех, кто делает только наушники, о подходах к ценообразованию. Ну, а покупателям айфон 5 будет просто приятно. Американцев и европейцев очень порадовала поддержка айфон 5 сетей четвертого поколения или, проще говоря, LTE. Но нам с вами радоваться не приходится, потому что LTE в нашей стране, конечно, есть, но, как и многое другое, крайне нестандартный, по-русски загадочный. Поэтому придется пользоваться старым добрым 3G. Если, конечно, Минсвязи не найдет способа перейти на стандартные частоты или Apple не соблаговолит выпустить версию айфон для нашей самобытной страны. Впрочем, оба этих предположения уже вошли в число самых остроумных шуток 2012 года. Также наши сограждане непременно порадуются нано-сим-картам, которые придут на смену микросим. Но если последнее можно было получить, художественно вырезав из большой симки, то с нано-сим такой номер не прокатит. Они мало того, что меньше, так еще и существенно тоньше. К счастью, запасаться мягкой наждачкой и заканчивать курсы художественной резьбы по пластику не придется. Наши операторы, не дожидаясь официальных поставок айфонов в Россию, назаказывали наносимок от души. И в крупных городах дефицита уже не наблюдается. Когда презентация нового айфона закончилась, интернет взорвался негодующими воплями. Где инновации недоуменно вопрошали граждане, закончившие три курса филологического факультета университета города Усть-Пердяйска? Почему меня не снесло со стула волной восторга? Где технологические прорывы и гениальные откровения? Вопросы очень резонные. Данные граждане точно знают, что айфоны растут на специальных плантациях, где алюминиевые семена удобряют кремнием и поливают медным купоросом. И степень их инновационности зависит только от сказок, которые им читают на ночь, сотрудники Apple. Вот Джобс правильные сказки знал, а эти ребята, наверное, из вредности читают айфончиком инструкции от Samsung Galaxy S3 и Nokia Lumia 900. Да, действительно, ничего совсем уж необычного в iPhone 5 на первый взгляд незаметно. Экран стал лучше, корпус тоньше, процессор быстрее. Но революция-то где? А ее, к сожалению, и быть не могло. Но техническим экспертам с гуманитарным образованием не вдомек, что iPhone, как и любое высокотехнологичное устройство, состоит из компонентов, которые разрабатывает не корпорация Apple, а многочисленные поставщики. Выбор этих компонентов начинается сильно заранее, года эдак за три, когда многие технологии существуют только на уровне смелых догадок и инженерных прототипов. А три года назад в мире бушевала первая волна финансового кризиса, заставившая производителей компонентов малость умерить фантазию и сосредоточиться на выживании. В результате очень многие перспективные разработки были заморожены до лучших времен. Ну, потом-то, конечно, спохватились, но пока отладка, пока запуск в производство, в общем упустили время. И, по всем признакам Apple, проектируя пятый iPhone, пришлось выбирать лучшие из имеющихся вариантов, а смелые фантазии отложить на годик-другой. Но есть в iPhone 5 одна очень суровая инновация. Это первый смартфон, где используется процессор с вариацией на тему архитектуры ARM, разработанный силами самой Apple. Раньше компания использовала вполне стандартные наработки семейства Cortex-A, как и коллеги по бизнесу. А теперь они придумали что-то свое, уникальное. И так удачно, что и скорость удвоилась, и время автономной работы приятно возросло. Но, конечно, тонко организованным и глубоко чувствующим технику гражданам на такие вещи глубоко наплевать. Вот если бы новый iPhone имел фоторежим сделать офигенно, или на работу ходил вместо владельца, тогда да, тогда революция. Подвожу итог. Новый iPhone получился заметно лучше старого. Ценителям жанра брать однозначно. Любителям Android, Windows Phone и, страшно сказать, Symbian печально проходить мимо. Стоит заметить, что, несмотря на все вопли об отсутствии революции, iPhone в первый же день заказывали так бодро, что у Apple прилег онлайн-магазин. И всю квоту, выделенную на интернет-продажи, расхватали за 60 минут. Всего же за первые выходные продали 5 миллионов штук. И уже налицо неслабый дефицит. Впрочем, может, оно и к лучшему. Потому что у первых партий присутствуют мелкие баги, ну, вроде облезающей по бокам краски и неаккуратно приклеенного экранчика. Судя по вестям с заводом Foxconn, туда уже выехали бригады контролеров-карателей. И скоро все будет хорошо. Когда пятерка официально приедет в нашу богатую страну, пока что никто точно не знает. Но ловкие парни уже завезли немалое количество айфонов в чемоданах и предлагают купить за 50 тысяч. Разумеется, за эту смешную сумму предлагается младшая модель с 16 гигабайтами на борту. А за серьезные версии предлагается заплатить 1060-70. Многие берут. Потому что денег у нас много. А ничего ярче нового айфона в жизни у большинства сограждан, к сожалению, не происходит. На сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok